Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в эфире очередная встреча из цикла Царскосельской встречи. Я ведущий Николай Якимчук. У меня в гостях замечательный музыкант, поэт, общественный деятель, автор и создатель легендарных музыкальных вторников в Петербурге. Впрочем, человек, известный не только в Петербурге, но и в других странах мира. Мультиинструменталист, композитор Юрий Касьяник. Юра, привет! Здравствуй, Коля! Ну, хорошо я тебя представил. Ты меня замечательно представил. Он мне очень понравился. И мы с Юрой давно знакомы, но я немножечко просто расскажу ощущения свои. Вот действительно есть Петербург, город на костях, на болоте, сложный город, тяжелый город. И не всегда здесь получается то, что ты хотел бы сделать, ну и в творческой сфере, в человеческой, может быть, я не знаю, в архитектурной, в любой иной. А есть такие вот, я считаю, безумцы, да, по Льву Николаевичу Гумилеву пассионарии, люди, которые вопреки всем обстоятельствам продолжают делать свое дело, причем делать это достаточно талантливо, разнообразно, интересно. Я вспоминаю еще Пушкинскую 10, когда безумный вот этот вот хоровод музыкантов, поэтов, художников вращался, такое коловращение, вот это все. И там был Юрий Касьяник, естественно, такое яркое-яркое пятно. Туда, кстати, Сережа Курехин приходил ко мне часто в гости, о котором мы сегодня поговорим. И дальше Юра все равно, вот как бы ни было, он уже сейчас, у него, можно сказать, адрес Тележная 9, по-моему. 23. Тележная 23. В Петербурге каждый вторник, вот здесь продолжаются из года в год вторники музыкальные Юрия Касьяника. А в этом году Юра объявил год Курехина. Курехинские музыкальные вечера. Юра. Да. Ну, давай вот действительно мы немножечко Сереже Курехин, а может быть и немножечко, потому что здесь вот сейчас юбилейный год, 60 лет Сереже, исполнилось бы... И завтра день рождения как раз. Завтра день рождения. Ну, вообще, вот и весь июнь, я считаю, такой Курехинский, на самом деле июнь. У меня ассоциация всегда с ним, понимаешь? И, кстати, Александр Николаевич Сокуров родился тут. Да, конечно, конечно. Вот два человека, пожалуй, важные для Петербурга. Вот у тебя сегодня ощущение Курехина. Что для тебя сегодня Курехин? Да он для меня все то же, что и вчера, что и позавчера, что и год, и 10 лет назад. И надеюсь, что так будет и впредь. Он для меня живой, Коля. Он для меня умер только, ну, вот тогда, когда я ощутил острейшую боль в сердце. А для меня не в июне, а начинается Курехинский год, а начинается в середине мая, 16 мая, потому что это особая дата в моей жизни, и в Сережкиной тоже. Он мне тоже признавался, Юра, как здорово, что мы с тобой встретились. Это было случайно. Я дома в 87-м весной увидел по телевизору невероятного парня, который раздел пианино и барабанил по нему с такой скоростью. А Толя Вапиров рядом, знаешь, играл на саксофоне. И я маме тогда сказал, мама, посмотри, это гений, я должен с ним познакомиться. И вот через два месяца мы с ним встретились, 16 мая. Какие у тебя были первые ощущения в этой встрече? Чудесные, чудесные. Вот это день, 14 часов, мы с ним договорились. Он пришел точь-в-точь, и я пришел точь-в-точь. Мы шли друг к другу навстречу, и вот когда мы встретились, видно, пробило 14 часов. Где ты был? Это было у театральной кассы на Невском, у пассажа, у армянской церкви. Невский 86, да? Да, да, да. Нет, нет, театральная касса у армянской церкви, у пассажа. Понял, да. Да. И когда мы встретились, я заметил, что он идет ко мне навстречу, прихрамывая. И я спросил, Сережа, что с вами? Мы первые 10 минут были на «вы». Он сказал, я неудачно спрыгнул с рояля. Он мне сказал, с парашюта. Нет, он мне сказал, я неудачно спрыгнул с рояля. И тем самым мгновенно покорил мое сердце. А я чем покорил? Следующим. Он спросил, Юра, а на каком инструменте вы играете? Я сказал, в общем, на разных инструментах. Но вот в настоящее время я играю на сопрано-саксофоне. Сопрано-саксофон, это же мой любимый саксофон. Юра, вы должны играть у меня в моем концерте. Называется «Поп-механика» и так далее. Ты появился в «Поп-механики». Да, да, через три дня я играл в «Поп-механики». Давай расскажем, какие люди там участвовали в «Поп-механики». Это было в ДК Ленина, вот там, Забуховской обороны. Не обязательно в этом концерте вообще в те годы. Нет, 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 именно тогда, когда я встретил, там, видимо, был очень полный тогда состав, потому что тогда уже начали люди разъезжаться. И я там познакомился, уже, значит, там Шевчук стоял, Гребенщиков, Цой, Бутусов, еще какие-то люди. А он меня подвел, они вместе были. Эдуарда Хилеевича не было. Нет, 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 Хилеевича не было, он позже появился. Там был камерный оркестр Юрия Шалыта, был такой замечательный дирижер, который с Сережей изначально сотрудничал. И там на сцене играл на саксофоне Игорь Бутман. Молодой, напористый. И он утром, через там несколько часов, через шесть часов, он вот тогда покидал СССР, улетал в Америку, в Бостон, где он потом проучился в Бёркли. Ты имеешь в виду Бутмана? Бутман, конечно. А мы с Курехиным остались здесь, мы все, собственно, нет, нет, но мы потом начали ездить, так ездить и приезжать. Юрочка, давай смотри, у нас, поскольку есть много таких интересных эксклюзивных видеоматериалов, давай посмотрим. Давай посмотрим. И ты прокомментируешь, что мы сейчас увидим. Хорошо. Первый, вот как раз поп-механика 89-го года, 17-е на 18-е ноября, 89-й. Будьте любезны, покажите, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Юр, ну вот этот драйв, ну вот этот драйв, эта энергия, вот это собрание всех, кого мы видели, вот этих замечательных лиц, где и ты принимал участие, я так понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саша Рогозанов, замечательный этот театр «Октопул». Я сейчас даже, знаешь, немножко говорю, ведь одно дело сцена, а другое дело публика. Вот не исчезла ли эта публика, не растворилась ли она? Вот здесь я с тобой, наверное, соглашусь. Вот все дело в публике. И об этом, кстати, давно уже писал замечательный композитор Владимир Мартынов. Он писал, что мы авангардисты, мы делаем много для природы, создавая музыку. Слушать некого. Да, но все равно, тем не менее, вот я настаиваю на том, что ты один из тех людей, которые, знаешь, как, не знаю, Сизиф можно назвать, Геракл, в одном лице, ты все время продолжаешь вот такие акции. Неважно, приходят туда тысячи человек или три человека, ты проводишь вот эти музыкальные вечера. У тебя здесь в июне их много. Да. Где-то на буквоеде вот у тебя, да, 28-го. Посвящены они вот с 16-го мая, я как раз начал мой проект «Курехинский год». Это приблизительно около двух десятков концертов по 30 июня, за полтора месяца. Ну, в общем, можно же зайти и найти Юрий Касьяник, да. Юрий Касьяник в Google без проблем. И посмотреть там дальше все расписание. И даже Касьяник в вторнике. Да. Мгновенно. Да, и расписание есть и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. Но я просто скажу несколько. Впереди, вот, в конце июня, 27-го в буквоеде на восстание, 28-го, мой день рождения, будут гости из Парижа. Приглашаю Коля сразу же и присутствующих тоже. Да, если из Парижа. Их 30-го, лавка писателей наших любимых. Прекрасно. Юр, ну давай еще посмотрим один фрагмент, потому что у нас много, лучше увидеть. Что это здесь сейчас мы будем смотреть? Сейчас, вот так, на контрасте, это был 89-й год, где в голубенькой джинсе на сопрано играл я справа, рядом был Гаркуша, ну, а там видели всех. А сейчас будет 2008-й год, то есть через 20 лет почти, через 19-й мой авторский вечер в Малом зале филармонии. Посмотрим давайте, друзья. Малом зале филармонии. Малом зале филармонии. Малом зале филармонии. Юр, ну вот я видел, наверное, вот такие импровизации у Сережи Курехина, но вот, пожалуй, и у тебя. Вообще для Петербурга, мне кажется, совершенно не характерна вот такая, я бы сказал, мощь, раскованность и импровизация. Ты понимаешь, это же ведь так и было, что мы с Сережкой были не только друзьями, соратниками, ведь мы же дружили очень близко. Он у меня обедал часто дома, я у него часто был в гостях на Гданьской, тогда он жил у Удельной, а я у Просвещения. Вот, и все дело-то еще вот в чем, что именно Сережа однажды мне сказал, Юра, ты знаешь, надо бы нам по механику сделать кооперативом, организацией. И вот, и мы у меня дома работали над планом. Секция такая-то, секция фольклорная, секция симфоническая, он говорит, ты будешь джазовой секцией заведовать, я, говорит, авангардом. Тимур Новиков, значит, будет там всей сценографией и так далее. А я ему сказал, слушай, Сережа, у меня же знакомства остались в Лен-концерте. И я потом поехал в Лен-концерт с журналами о Курехине, со статьями, и договорился. И через две недели поп-механика в полном составе была принята в Лен-концерт. Об этом мало кто знает. Но это было. — Ну вот видишь, вообще Сережа, видимо, свойственно было, я вспоминаю, что он собирался такое сделать, тоже мультииздательство, некая «Медуза». Значит, ты будешь заведовать отделом поэзии и современной прозы, там Бурлака будет музыкальной такой-то критикой, такой-то еще кто-то. То есть вот такие проекты Сережа были свойственны. То есть он умел объединять и умел такие структуры создавать. Я тебе хочу, в свою очередь, показать маленький фрагмент из своего первого фильма, который называется «Гранат для Евы». Здесь меня спасла счастливая музыка Сергея Курехина. Я вот, когда сделал этот съемки в «Феодосии», думал, что делать с материалом, и идеально она легла. А какой-то год, Буколь? Это был год, наверное, 2008 или 2009. И, как ни странно, даже в Париже на одном из кинофестивалей вот этот фильм показывался. О, здорово. Французы потом ко мне подходили и говорят, вы знаете, у вас что-то среднее между Марселем Тюшаном и Жаном Люком Гадаром. Я думаю, Жанна Люком Гадар еще знаю, Марсель Тюшан не очень. Я потом даже специально интересовался. И вот благодаря Сереже, я хочу сказать, что вот его музыке этот сложился фильм. Покажите, пожалуйста, фрагмент. 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 И ты понимаешь, вот скажи мне, Юр, вот у тебя много тоже знакомых, товарищей, друзей, может быть, у меня тоже достаточно, а вот тебе нет такого ощущения, что вот нет Сергея Курехина в Петербурге и город неполный? Нет, скажу честно. Такого ощущения нет. Но скажу тебе, открою один маленький секрет. Если бы я тогда весной 96-го года, если бы с Сережей было все в порядке, все нормально, и я бы тогда не прервал мое мировое турне из Флоренции, не помчался бы в Петербург, узнав, что Сережа в тяжелом состоянии в больнице, все было бы хорошо. Я бы, наверное, не вернулся бы на родину. Потому что то невнимание общества, властей, так называемых культурных, в больших кавычках, властей к художникам, действительно невнимание, оно меня тогда уже очень заботило. И я, немножко избаловавшись вниманием в Соединенных Штатах, в европейских странах, когда везде я был желанен, везде. Меня никто не знал, но я был почему-то желанен. Это еще, знаешь, было отчасти то, что вообще Россия была в моде, да, и были модные художники, любой художник почти мог приехать туда. Ну, в конце 90-х не очень-то в моде, в середине. Не в конце, не в конце. В начале, нет, а я говорю про середину 90-х и конец, там уже меньше. Ну, согласен, да, да, да. Ну, так вот, здесь этого не было. Я бы не вернулся. Но когда я приехал, Сережа ушел из жизни, и в августе я вынужден был опять уехать, и год провел в Европе на гастролях, я потом принял решение вернуться. Не то, что специально, вот, Сережи нет, но хоть я здесь останусь. Нет, у меня таких мыслей не было. Но я почувствовал, что я нужен. Мне вот как раз, знаешь, как раз его и не хватает, потому что, вот, вот, а мне кажется, не полный Петербург. Ты знаешь, вот почти некому, знаешь, так позвонить, вот я помню, я ему звонил ночами и вечерами. И мы друг другу звонили ночами. Нет, дело в том, что такой, знаешь, был легкий разговор, как бы, вот, и о главном, и ни о чем в то же время. Мог такой, знаешь, у нас были диалоги. Согласен. А сейчас вот как-то... А сейчас ты мне можешь позвонить. Ну, у тебя вторники, ты готовишься к турне мировым, ты в Нью-Йорк собираешься, в Париж, в Бомбе, в Осоку и так далее. Коля, ты мне можешь позвонить в любое время. Это нет вопроса. Хорошо, давай посмотрим фотографии, и ты что-нибудь будешь комментировать. Нет, а здесь можно, наверное, нам комментировать, да? А, вот только что был Апригов, танцевавший на Курехине, это наш выдающийся Вячеслав Гайворонский, это Сережа с Аркадием Драгомощенко, еще совсем молодые. Это первый конкурс красавиц, который Виталий Аксенов сделал, вот там мы стоим здесь, мы с Юрой Каспаряном. Два Юрика, хотя он на самом деле Жора. Вот это фото я очень люблю Сережкина. Безумный Моцарт просто. Вот, здесь это мы с Манфредом Херингом в Выборгском дворце, я вот там в очках в этих, в летчицких. Тимур Новиков, Сережа, Африка, замечательный это пальто. Здесь посередине Володя Булучевский, справа Летов, слева я. Перед Поп Михайловичем. Ну, это наш общий учитель, можно сказать, Джон Кейдж. Когда я Джону Кейджу приехал в Штаты, это Сережа, понятно, и увидел страницу, это Пушкинская 10. А это, если ты помнишь, мой рекорд Гиннесса на Пушкинской 10, Сережка тогда заглянул. Вот, так вот, Сережа, ты понимаешь, он настолько особенный человек. Безусловно, ты прав. Конечно, когда уходит фигура такой источник любви, такой, каким он был, и предмет любви всего города, можно сказать, да? Когда вот уходят такие люди, конечно, город пустеет. В этом ты... Ты знаешь, здесь еще даже чуть-чуть, я буду даже дополнить, вот что. Не только источник любви, может быть, а он собирал очень разные направления искусства, людей разных направлений искусства. Например, когда случились вот похороны Сергея, я обратил внимание, что там встретились художники, музыканты, поэты, кинематографисты, которые друг друга не знали. И Сережа их связывал зачастую, потому что вот там от литераторов там почти вот, в общем, так сказать, никого и не было. Так там композиторов не было никого, из союза композиторов не было никого. Он-то знал всех, вот о чем речь, понимаешь? Вот эта универсальность личности, стремление познать разные миры, разные, так сказать, разные ячейки искусства в обществе, да? Вот это все, Сережа, было. Другое дело, что вот действительно, когда он ушел, мне кажется, такой фигуры... Юра, извини, я тебя... Да нет, нет. ...не возникло, который бы объединял всех и всех. Хотя, еще раз говорю, твоя деятельность, мне кажется, чрезвычайно важной для города, понимаешь? Вот эти музыкальные вторники, которые, может быть, не собирают там тысячных... Да нет, конечно, это камерные... Приходят камерные... Да, но ты делаешь это из года в год, и ты из месяца в месяц, да? Из года в год, 21 год. У тебя очень разные программы, всегда они новаторские, всегда они свежие, всегда они оригинальные, понимаешь? Нет, это чрезвычайно важно, что есть люди, как бы в каком-то смысле продолжатели Сережиной поп-механики, пускай в камерном варианте, да, и так далее, и так далее. Наверное, так сказал однажды Миллер, что Юра, вот о летающих рояле, когда я с Пушкинской 10 уходил, когда меня мои соратники выкинули, ты помнишь это дело, такой маленький Сталин там был, вот, и выкинули, и я сделал последнюю акцию с летающим роялем на Пушкинской 10. И Миллер почему-то сказал, вот после Курехина я летающих роялей не знаю больше, вот Юра, продолжатель традиции Курехина, а у Курехина не было летающих роялей. Он летал над роялем в Воробьиной оратории, это было, а рояль не летал. Ну, однако, замечательно. Я думаю, что все-таки вот имя Сергея Курехина, сейчас немножечко, может быть, такое чуть-чуть глуховатое время, хотя есть замечательный центр Сергея Курехина, вот Настя Курехина создала в память, и этот центр функционирует, работает, и там фестивали проходят. Вот, все равно, мне кажется, имя его вот недостаточно в современном сознании современного, ну, молодых людей современных. Хотя фильмы «Два капитана 2» Дебежева, да, где он играл другие и другие, есть, но, тем не менее, есть много записей, тем не менее, все равно, вот, не так много, как, мне кажется, он заслуживает. Ну, я надеюсь, Юра, что мы, друзья, товарищи и соратники Сергея Курехина, да, те, кто его знал, кто имел счастье к нему прикасаться, в общем, в его память будем дальше что-то делать, созидать. Обязательно. И, дай Бог, всем нам чаще слушать, смотреть и вглядываться в творчество Сергея Курехина. Ну, и два слова я скажу, что как раз мой проект «Курехинский год», который закончится 30-го, альтернативы я пока ему на просторах России не видел. Спасибо, дорогие друзья, всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok